эта тема называется как управлять поведением другого человека как управлять поведением другого человека смысл в том что мы все животные а у нас у всех есть такой аспект нашей психики такой аспект нашей личности как поведение поведение всегда в мире управляется только так оно вообще любое поведение форму формируется да и любое поведение меняется первое при помощи обратной связи от других людей ну вот смотрите то есть если у любого человека есть какое-то поведение то у нас есть три варианта на него отреагировать первое мы можем его за это поведение наказать то есть негативно его подкрепить второе мы можем это называется наказание на второй вариант мы можем это поведение гасить то есть никак не обращать на него внимание не давать никакой обратной связи то есть нам безразлично равнодушными и третье мы можем позитивно подкрепить это поведение то есть как бы похвалить его например представьте девушка находится в отношениях с парнем и она постоянно болеет постоянно болеет если парень такой гипер заботливый ему и очень жалко он будет постоянно бегать в аптеку покупать ей лекарства когда она там ей не здоровится он будет за ней ухаживать когда она не занимается с ним сексом из-за болезни он ни слова ей не скажет вот и в итоге таким образом хоть они оба порядочные здравомыслящие рационально мыслящие люди это невольно создаст у нее впечатление что она может болеть это повысит того что вероятность этого поведения увеличится то есть она закрепиться таким образом таким образом этот парень из лучших намерений закрепляет это поведение вот значит следующее гасим это когда мы вообще никак не реагируем на это поведение что есть она что нет как будто мы его не видим просто и тогда это его не подкрепляет но и почему мы его гасим оно нам не настолько сильно не нравится что мы прям негативно на это реагировали мы уповаем на то что человек сам имея свою трезвую голову на плечах с этим разберется нам самое главное его не подкреплять например тоже вы начинаете встречаться с человеком но он там курит например не травку а табак и вы ему один раз сказали что вам это не нравится но в целом когда он выходит на балкон вы не цыкаете не заламываете руки не падаете в оморок и просто спокойно сидите продолжайте заниматься своими делами там да но вы это и не поощряете вы не покупаете ему сигареты вы не говорите о боже ты такой романтичный крутой обожаю запах табака от твоей щетины вот и в итоге как бы это уже на его распоряжение усмотрение остается оставлять себе это поведение или нет и еще мы можем наказать это поведение то есть негативно его оценить то есть если мы сразу выражаем свое недовольство по этому поводу а тут мы помним чем выше интенсивность давления тем выше и наша интенсивность тоже вот если мы проведем серию негативных оценок то есть ясно и четко дадим понять что нам это поведение не нравится то что произойдет с этим человеком для него это будет как легкие удары током терпимые но он поймет что это поведение невыгодно то есть мы ему создадим такую среду за счет этого из которой он вынужден будет поменяться почему это не манипуляция почему это не манипуляция почему можно так делать ну во первых это не манипуляция потому что мы и так и так всегда влияем на поведение другого человека только если мы это не осознаем мы это делаем бездарно непоследовательно тупо и последствия могут быть у этого совершенно непредсказуемые те которые не нам не ему не нравятся а второе почему это не манипуляция потому что тут мы знаем грань в чем она заключается мы никогда не будем пытаться менять этого человека под себя если это интроверт мы не будем пытаться его делать экстравертом если это человек ну короче мы уважаем его личность мы уважаем его индивидуальность мы уважаем его самость мы уважаем его таланты неповторимые черты характера но мы критикуем и меняем именно поведение то есть если очень классная эксцентричная офигенная талантливая девушка которую любит парень но он ему закатывает истерики он будет противостоять этим истерикам а не ней то есть на 96 процентов личность человека от этого воздействия все равно не поменяется а поменяется только его конкретное поведение в тот момент когда он с вами взаимодействует вот именно вот в этой точке да вы меняете человека не вообще а подстраиваете его более удобно под себя вот именно в этом конкретном контексте так да потому что мы и так управляем поведением друг друга в принципе вот вообще то есть на какое-то поведение мы реагируем негативно на какое-то поведение мы реагируем позитивно и мы таким образом его либо подкрепляем либо препятствием тому чтобы оно у нас сохранялось а второй вариант это поведение формируется при помощи образца для подражания то есть если нам очень кто-то нравится и нам нравится какая у него есть черта то мы с ней идентифицируем все у нас есть образец у нас есть нехватка этой черты идеализация и мы такие и в свою психику короче это всасываем то есть тоже начинаю увидели потом начинаем его копировать и потом если кто-то другой оценил нам позитивно о блин в тебе появилось что-то новое классно это тогда она у нас закрепляется эта черточка вот сейчас мы будем говорить про то как мы можем в отношениях влиять на поведение другого человека значит есть база я тут надо еще сказать знаете что как бы мы всегда при помощи любого своего поступка влияем на поведение другого человека но мы на это совершенно не обращаем внимание мы это вообще не замечаем потому что ну мы не знаем что это так у нас есть там чувства эмоции личная привязанность к этому человеку но на самом деле в глубине нас все это время живет животное которое понимает только язык дрессировки значит как должно быть если с вами человек ведет себя плохо то есть он вас оскорбляет бьет насилует сексуально экономически насилуют подвергает вас пренебрежению неуважительно с вами обращается изменяет вам в общем ведет себя плохо так что у вас это вызывает природное чувство злости возмущения раздражение негодование агрессии ненависти то вы должны себя с ним вести тоже плохо если человек ведет себя с вами нейтрально то и вы себя с ним ведете нейтрально а если человек с вами ведет хорошо то и вы себя с ним ведете хорошо так хотя вы смеетесь потому что очень простая штучка может быть все не так сложно на самом-то деле да смотрите как получается если мы неправильно управляем поведением другого человека вот допустим парень любит девушку до свою он ее любит она на него наорала а но он еще допустим супер интеллигентный он не умеет выражать злость и он промолчал то есть она ему сделала минус а он ей нейтрально или она ему сделала минус а он поверил в то что она права и сделал ей хорошо то есть нет нет что ты милая дорогая начал оправдываться перед ней повелся на чувство вины да и поддался этой манипуляции что он сделал он закрепит это поведение потому что он его похвалил поэтому что она поймет что дальше можно себя так вести и нужно себя так вести сам он закрепил ей это поведение потом она думает да не дал на негатив только негатив у нас идет дальше она такая думает ой чё это я так себя веду безобразно буду куя себя вести хорошо она к ним подходит чуть и пути я тебя так люблю я тебе пирожок испекла давай больше не будем ссориться а он обиделся еще с того раза на нее и говорит да вот ты вообще типа тварь то есть негативно ей на позитивное сделал эти опять не туда все пошло то есть если мы видим признаки позитивного поведения в адрес нас мы должны быстрее хватать это как жар птицу за хвост и срочно позитивно подкреплять так мы приведем к тому что мы похвалим закрепим это поведение она будет встречаться только как можно чаще дальше если человек негатив на нас направляет неадекватные не рационально а даже если иррационально нам это не нравится то тогда мы сразу же должны его за это наказывать чем быстрее от момента негативного поведения вы его накажете ты самый эффективный это именно в момент если ваша кошечка пописала вам в тапочке если вы накажете через три дня после этого она вообще не поймет из-за чего если через три недели так вообще не поймет надо сразу прям тыкать в мордой в тапочек точно так же и с людьми только без физического насилия значит что такое ассертивный ассертивная угроза первое мы мы сообщаем человеку какие факты в его поведении нам не нравятся тоже как ненасильственное общение второе мы сообщаем ему о том что у нас это вызывает чувство злости пока все еще не насильственное общение третье мы говорим ему о том что это унижает наше чувство уважения собственного достоинства и мы больше не потерпим такого поведения и мы озвучиваем угрозу то есть мы говорим если дальше будет так повторяться то я реализую вот такую-то угрозу мы ее для себя придумываем формулируем и озвучиваем и четвертое когда это поведение реализуется в следующий раз мы что делаем эту угрозу осуществляем они просто вот так вот на воздух пустили свои слова а потом ну значит вы должны подбирать такую угрозу которую вы боритесь меньше чем этот человек сам до люди просто так сразу не переучиваются чуть более ощутимые таким образом вы будете реализовывать и осуществлять вот свое наказание этого поведения к чему она рано или поздно приведет к тому что человек поймет что его несколько раз тут током дернула и больше туда ходить не будет то есть он просто отучится от этого поведения а если вы будете при этом на нейтральное реагировать нейтрально на позитивное позитивным то он вот в этот ящичек его больше не пускают мышку и мышка побежит вот сюда и вот сюда и она станет хорошей мышкой